третьем подразделе данного модуля были рассмотрены технологические свойства глин далее мы продолжим говорить о добавках глина и рассмотрим некоторые виды керамических изделий для улучшения свойств глин к ним применяются специальные добавки они бывают разные при примеру отощающие добавки порообразующие также добавки которые называются плавные и пластифицирующие добавки отощающие добавки вводят пластичные глины для уменьшения усадки при сушке и обжиге и предотвращение деформации трещин в изделиях порообразующие добавки вводят глины для повышения пористости черепка и улучшение теплоизоляционных слоз керамических изделий плавные их вводят с целью снижения температуры обжига керамических изделий и пластифицирующие добавки вводят с целью повышения пластичности сырьевых смесей при меньшем расходе воды для улучшения технологических свойств глина также придание изделиям определенных и более высоких физико-механических свойств глином добавляют также кварцевый песок шамот шлак древесную белки и угольную пыль основные виды кирпича керамического различают по назначению и подразделяются на рядовой и лицевой лицевой кирпич зависимости от технологического исполнения может быть фасадным глазурованным фасонным и фигурным кирпич керамически полнотелы имеет форму прямоугольного параллелепипеда с ровными гранями прямыми ребрами и углами размером 250 на 120 на 65 миллиметров утолщенная размерами 250 120 на 88 миллиметров кирпич модульных размеров одинарный размером от 288 138 на 63 кирпич модульных размеров утолщенный размером 288 на 138 на 88 миллиметров керамический камень размером 250 120 на 138 миллиметров допускаемые отклонения от указанных размеров не должны превышать по длине плюс минус 5 по ширине плюс минус 4 по толщине плюс минус 3 миллиметра одинарный утолщенный кирпич изготовлю изготовляет полнотелым без пустот и с технологическими пустотами и пустотелы а камни керамические только пустотелами размеры формы расположения пустот в изделии а также пустотность изделий должны соответствовать гостам пустоты в кирпичей камнях должны располагаться перпендикулярно или параллельно постели и могут быть сквозными или не сквозными ширина щелевидных пустот должна быть не более 16 миллиметров а диаметр цилиндрически сквозных пустот и размер стороны квадратных пустот должен быть должен быть не более 20 миллиметров для укрупненных камней допускаются технологические пустоты для захвата прикладки с площади сечения пустот не более 13 процентов от площади основания диаметр не сквозных пустот и размеры горизонтальных пустот не рекламентирует по прочности изделия полнотелые с вертикально расположенными пустотами изготавливает марок от 75 до 300 с горизонтально расположенными пустотами от 25 до 100 по морозостойкости на марке f15 25 35 и 50 по морозостойкости насыщенный водой кирпич должен выдерживать без каких-либо признаков видимых повреждений не менее 15 циклов по переменного замораживания при температуре минус 15 градусов и ниже с последующим оттаиванием в воде при температуре 15 градусов с потери массы не более 5 процентов марки по прочности не более 25 процентов условное обозначение керамических изделий должно состоять из названия вида марки по прочности морозостойкости обозначения стандарта к примеру кирпич керамический полнотелый одинарный марки по прочности 100 и марки по морозостойкости в 15 маркируются следующим образом кирпич к тире 0 это не 0 а а то есть он одинарный цифра 100 обозначает марку по прочности 15 через дробь обозначает цифру по морозостойкости и данный кирпич соответствует стандарту действующему стандарту 530 95 водопоглощение не должно быть для полнотелого кирпича не менее 8 процентов для пустотелых изделий не менее 6 процентов масса кирпича высушенного до постоянной массы не должна быть более чем четыре целых три десятых килограмма для керамических камней она должна не превышать 16 килограмм допускается по согласованию предприятий изготовителя с потребителем отраженном договоре на поставку изготовления укропненных камней массой более 16 килограмм но это касается только керамического камня кирпич обычный обычный одинарный полнотелый должен быть нормально обожжен кирпич не дожег алого цвета пониженной плотности морозостойкости кирпич же пережег отличается большой плотностью прочностью и сравнительно высокой теплопроводность четвертом подразделе третьего модуля были рассмотрены добавки глина а также мы рассмотрели некоторые виды керамических изделий следующем пятом подразделе 3 модуля продолжим знакомство с другими видами керамических изделий